Как известно, чистота и порядок на улицах не только показатель нашей культуры, но и ответственности за то место, где мы живем. Это задача общая и администрации города, и правительства, и всех жителей столицы. В социальных сетях все чаще можно увидеть ролики, отражающие настоящее отношение горожан к внешнему виду Бишкека. Например, популярное видео с лозунгом «Государство оплатит». Однако героиня этого видео не одинока в своих выходках. Ежедневно по всему городу столь неуважительные отношения демонстрируют сотни бишкекчан. Да и чего уж там, гости столицы тоже не прочь погулять по улицам с сомнительным лакомством. О том, кому убирать последствия подобных прогулок, как правило, никто не задумывается. Мы выходим на работу с самого утра, чтобы привести улицы в порядок. Несколько смен работают в течение дня. Да, конечно, это наша работа, и нам за нее платят. Но люди же должны поддерживать чистоту в городе так же, как и у себя дома. Должно быть приятно идти по улицам, а у нас, если один бросил мусор, все сделают так же. Обидно? К сожалению, мусор не единственная проблема, с которой сталкиваются жители Бишкека. Вот, например, вопиющий факт. То ли воровства, то ли вандализма. На днях с цветочных газонов столичной площади Аллато вырвали и унесли около 700 тюльпанов. Что уж говорить о повсеместном обрыве веток, листьев, выпрошенных, где попало окурках, пантиках и прочем проявлении неуважения как к окружающим, так и к самим себе. Мы вот даже сейчас, пока газон стрижем, мусор с него выгребаем. Разве так можно? Везде есть урны. Воспитание у людей такое, ничего не заботит. В то время как одни не задумываются об облике города, другие пытаются активно с этим бороться. Так, например, молодые активисты начали проводить свою акцию протеста. Молодые люди раздают наклейки с призывом «не плевать». Поражает сам факт того, что в век высоких технологий общество нужно напоминать о банальной культуре поведения. У нас там все ходят, и они горят. Мы выпили вообще свои жизни. Сами горожане о поведении окружающих отзываются по-разному. По проспекту Рыкин-Дик идешь в Держинскую? Раньше ребята сидели ногами на скамейках, плевали, семечки, курили, бросали. Сейчас более-менее чисто. Значит, молодежь начинает понимать, что чистый город нам нужен. Это вообще сумасшедшее безобразие, я так считаю. Наоборот, лучше украшали бы страну, чем воровать. Культура, конечно, может быть, культура. Ну, сейчас озеленеется город, ссорят. Это же молодежь все делает. Ссорят, пьют, выкидывают. Ну, должны были они за собой следить. Уровень культуры поведения в городе оставляет желать лучшего. И как бы ни старались сотрудники муниципальных служб наводить порядок и чистоту, все равно находятся те, кто этим пренебрегает. А ведь если каждый из нас начнет с самого себя, просто поднимет выброшенный мусор или хотя бы донесет его до урны, то улицы столицы станут лучше. Сабин Дамаскина, Амана Матулу. Новости телевидения «Пирамида».